Всем привет, дорогие друзья! С вами компания Яркий Фтомаркет, меня зовут Илья, и сегодня мы поговорим не просто о чем-либо, а об экосистеме. Экосистема это очень важно, как вы знаете, недавно Марк Цукенберг сделал новую экосистему, которая называется Мера, а все это нужно для того, чтобы вам было не стыдно, когда загружается ваш Инстаграм. Но экосистема это важно, и Манфротто, вот эти все прекрасные люди, представили свою новую экосистему, которая называется Мув, ну то бишь, двигайся, и сегодня мы как раз про это и поговорим. Сейчас у нас на столе, скажем так, некие представители этой системы, и мы расскажем, что это, зачем это, почему это, и самое главное, какую вы можете извлечь из этого выгоды. Так что, заваривайте чаек, начнем! Итак, дорогие друзья, все начинается с малого, и в данном случае начинается вот с такой вот головы и адаптера, который называется, собственно, адаптер Мув. И площадка Мув. Примечательен он тем, что умеет имитировать мину-лягуху, помните мину-лягуху? Это вот так вот примерно. Видели, да? Мина-лягуха. И это забавная система, казалось бы, ну чего тут такого, что это за экосистема, зачем вообще вот так вот все громко называть, но на самом деле в этом есть некий нюанс. Но сначала поговорим о минусах, а о минусах не любят говорить, а мы любим говорить, потому что минусы это те же самые плюсы, но без одной палки. Так вот, самые внимательные зрители тут же могут сказать, Илья, то, что ты держишь в руках, не эволюция, мы такое где-то уже видели, возможно. И тут я с вами, конечно же, соглашусь, однако вот эта система включает все, и самое главное, о чем нужно говорить, это надежность. Как мы с вами знаем, вес это надежность, и вот эта маленькая штука может выдержать 20 килограмм нагрузки. А то, что вы могли подумать, не знаю, сколько выдержит нагрузки и почему это важно. Итак, давайте сначала поговорим о минусах. О минусах у компании Manfrotto на самом деле всего два. Первый минус – это название их оборудования. Ну, дорогие друзья, вот то, что я держу вот здесь, знаете, как называется? Оно называется МВГБФ-ЦФ. Запомнили, да? Можете повторить? Если можете, плюс в чат. Так вот, но Manfrotto работает над этим, поэтому теперь это называется Manfrotto гимбум. Это запомнить гораздо проще, чем вот это вот все. И все эти прекрасные устройства имеют такие непроизносимые названия, но Manfrotto над этим работает. И второй момент – это цена. Я видел некоторые обзоры, где рассказывают про плюс этой системы, о которой я вам тоже сейчас расскажу, но как-то аккуратно обходят тему цены. Но тут я должен с вами поговорить. Если вы начинающий фотолюбитель, и у вас есть, допустим, Canon EOS M50, то стоимость всего вот этого вот оборудования, этой экосистемы, может вас несколько смутить. Однако, если вы знакомы с продукцией компании Manfrotto, а уж тем более продукцией компании Gitzek, для вас будет ничего удивительного, но тут стоит сказать пару слов. Дело в том, что если вы начинающий филмейкер, фотограф и так далее, скорее всего, у вас не самое дорогое оборудование. Ну, это абсолютно нормально. И там можно некими обходными путями, не очень удобно, иногда не очень надежно, но тем не менее собрать себе какую-то систему. Если же вы уже обладатель хороших камер, допустим, Sony A7S III у вас как ваша видеокамера, вы на нее поставили какой-нибудь 24-70, а еще у вас там, например, какой-нибудь рекордер непределан, то вся эта система может у вас стоить полмиллиона или более. Так вот, доверять такие суммы и, самое главное, вашу репутацию как профессионала каким-то девайсам, которые могут сломаться, ну, так себе решение. Вот тут вот сейчас будет видос, что может с вами случиться, если вы доверяетесь не профессионалам. А Manfrotto это профессионалы и им можно довериться. А почему, мы сейчас расскажем. Собственно, все, больше минусов из системы нет. Дальше идут только плюсы, ваши плюсы. Итак, давайте уже на практике, наконец-то, посмотрим, как все это работает. Вот у вас есть система, вот у вас есть база и площадка. Берем площадку и прикручиваем ее на тот девайс, который мы хотим. В данном случае это у нас будет стабилизатор, а компания Manfrotto уже делает и стабилизаторы. Так что обратите на эти стабилизаторы ваше пристальное внимание. Приделываем плату к стабилизатору. И вот, у нас есть адаптер, есть стабилизатор. Что обычно надо делать, если здесь у вас еще дорогущее оборудование, чтобы прикрепить? Это надо трястись, потеть, по крайней мере, по первости. Для того, чтобы не дай бог не забыть что-то закрутить, поставить и так далее. Здесь же включается революционная система, которая называется 360 градусов. Она называется на 360 градусов, потому что вы можете поставить вот это сюда под любым углом. Вот смотрите, берете и как меч Короля Артура, делайте так. И оно работает. Можно было не так сильно это сделать, но самое главное, оно работает. Все, оно приделанно и никуда не денется. И чтобы его снять, вам нужно обычное, простое движение. Сейчас я вам покажу, как это именно работает в реальной жизни. Вот есть вот такая вот удочка. Удочка называется Manfrotto Game Boom. И в принципе это монопод. Ну, что можно придумать новую в моноподах? А можно придумать удобство, надежность и экосистематичность. Итак, углепластиковый монопод, который весит всего 800 грамм, в сложенном состоянии занимает 51,5 сантиметр, а в разложенном 150 сантиметров. Раскладывается он достаточно просто. Зажимается. Вообще палка похожа на палка деда сплинтера, что почему-то меня очень радует. Достаточно просто, фиксируется, естественно, и вы уже готовы снимать. Итак, вот у нас есть площадочка. Прикручиваем ее. Здесь стандартная резьба для Manfrotto. Вот у нас палка. Вот у нас стабилизатор. Еще раз, чтобы прикрутить вот это сюда, нужно сделать вот так. Все. Работает. Вам не надо следить, не надо подкручивать вот этого всего. Не надо. Надо просто взять и сделать. А чтобы его снять, вы делаете простое движение и снимаете его. Поставили. Поставили так, что можно трясти. И все будет работать нормально. Стабилизатор от этого ничего нет. Вы понимаете какой-то плюс, дорогие друзья? Все. Процитирую Ницше. Счастье найдено нами, говорят первые люди, и моргают. Оп, 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 оп. Проходка сверху, проходка снизу, да, как хотите. Все это готово, и это все работает. Одно это уже окупает систему на 90%, но это была бы не экосистема, если бы она не работала во всех направлениях. Итак, давайте сначала поговорим про вот этот прекрасный монопод. Все, он у нас есть, все прекрасно, все удивительно. Вы ходите, снимаете с ним столько, сколько хотите, но вдруг вам надо снять речь босса. Босса вы не очень любите, находиться рядом с ним в этот момент не хочется, но Манфротто держать-то надо. Если мы его поставим, он у нас что, упадет? Правильно, правильно. Но Манфротто подумала об этом и сделала для вас ноги. Нет, ну вы, конечно, можете еще с тобой штатив перетащить, но это же тяжело. Да, мы люди какие, ленивые, правильно, в зал ходим не все, я вот не хожу и не горжусь этим. Поэтому мы берем ноги, которые дает нам Манфротто, и просто эти ноги на болтик руками прикручиваем непосредственно к нашей прекрасной системе. И теперь наш монопод превратился в изящный штатив. Можно ножкой еще удлинить и будет замечательно. Конечно, когда у вас находится здесь стабилизатор, то то, что он находится под 15 градусов, а здесь 15 градусов, может быть для вас неудобно, но может вы не любите, когда криво или что-то в этом роде. Манфротто, кстати, об этом тоже подумала и сделала специально отдельный аксессуар для того, чтобы выровнять эту всю ситуацию. Давайте попробуем его прикрутить. Итак, раз, 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 раз. Единственный нюанс, вам надо их два носить. Вот это несколько, наверное, неудобно, может быть, для вас. Тем не менее, сделали еще хуже, сделали лучше. Выровняли, все, замечательно. Система работает и работает на вас. Но, что если вы захотите прикрутить сюда еще что-нибудь? Здесь же есть еще две дырки, а дырки пустовать не должны. Есть специальный адаптер, похожий, кстати, на вот этот адаптер, который вы можете прикрепить сбоку и поставить сюда какую-нибудь логическую руку или что-то в этом роде. Видите, я вот по инерции хватаю, всю эту систему охватать ее не надо, потому что все сделано на совесть, можно сказать, идеально. Кстати, давайте пойдем дальше. Мы же веселые с вами люди. Вы боитесь, что трипод не справится с вашей задачей? Вы переживаете за это? А давайте сделаем не трипод, а шестипод. Вы тут же спросите, а как? А все очень просто. Дырки три, ноги есть. Докупаем еще ноги. И делаем из нашего штатива шестипод. Вот здесь будут ноги, и здесь будут ноги. Шестипод от вас никуда не убежит. Революция, дорогие друзья, у всех остальных их только три ноги, а у Манфрота их целых шесть. Ну, это, конечно, все шутки, но, тем не менее, в каждой шутке есть доля шутки. Итак, вроде как, нам все понятно. Все хорошо работает, но где же экосистема? Вроде как, мы только поняли, что это неплохо работает со стабилизацией. Да, отлично. А вот теперь у нас есть штатив. Вот он у нас сбоку стоит. Есть у нас штатив, есть у нас голова от штатива. И мы что-то с ним тоже хотим сделать. Итак, дорогие друзья, у нас теперь есть наш штатив. И мы хотим, чтобы все у нас работало в одной экосистеме. Замечательно. Скручиваем этому штативу голову. Скрутили. Это сделать было несложно. И теперь мы хотим вот эту вот всю прекрасную конструкцию поставить и сюда. Можем ли мы это сделать? Конечно, можем. Смотри. Раз. И готово. Теперь нам вот этот вот адаптер будет сейчас не нужен. И если мы хотим, ну не хотим вот этот вот трипод, семипод, шестипод, а хотим, как обычные люди, переставить вот это на штатив. Смотрите. Опа. Готово. Тут, конечно, наверное, имеет смысл брать прямую штуку. Но, в принципе, тоже все прекрасно работает. Теперь у нас есть мгновенное, обратите внимание, мгновенное переключение. Отсюда сюда. Отсюда сюда. Перетащили. Работает. Ну, вы говорите опять, стабилизатор, стабилизатор, сколько можно. Хотим не стабилизатор. Ваше желание, закон, дорогие друзья. Что мы хотим? У нас есть несколько штативов. Допустим. Или несколько голов. Вот у нас здесь одна голова. Ну, у нас их, например, несколько. Обычная голова, видеоголова. Или у нас есть слайдер. Моторизированный слайдер, в который тоже иногда хочется что-то поставить. Но постоянно прикручивать на эти гайки неудобно. Что мы делаем, дорогие друзья? Уже установлено. Берем площадку и перекрепляем. Но тут вы можете столкнуться с тем, что она не работает. Но, дорогие друзья, вы же не зря заплатили деньги за Манфрота. Манфрота обо всем подумала. Здесь уже встроенный есть переходничок. То есть, это у нас 1,4, это 3,8. Единственное, что вам нужно, это какой-нибудь мультитул, который у нас зовется монеточкой. И, соответственно, достать эту штуку. Прикрепить. И теперь все работает. Итак, дорогие друзья, смотрите. Раз. И готово. 20 килограмм выдерживает. То есть, если у вас будет даже сверхтяжелое оборудование, все будет работать. Теперь нам это не нужно. А нужен наш старый добрый стабилизатор. На него мы тоже прикрепили площадку. Работает. Засекайте время. Хоп. Лей, ла-ла-лей. Все работает. Вот, дорогие друзья, что такое система Манфрота. Это система, которая позволяет вам быстро, надежно связать все ваши аксессуары. Вариантов их очень много может быть. Но самое главное, что это быстро, надежно. И это экосистема, которая позволит вам сделать все, что вы хотите. Это крайне удобно. Поставить на слайды, поставить на штатив. У вас несколько голов. Поставить на каждую голову. Да, можно заниматься вот этим вот всем, но это неудобно. Чем дороже ваше оборудование, чем профессиональнее вы становитесь, тем ваше время ценится гораздо больше. И самое то, приобрести вот такую вот прекрасную систему и все с ней делать. Итак, дорогие друзья, хочется, наверное, перейти к некоторому заключению. Плюсы системы Манфрота очевидны. Все быстро, удобно, а главное, надежно. Минусы этой системы. Странные названия, над которыми работает Манфрота. И стоимость оборудования, если вы только начинающий фотограф или начинающий видеограф, тут, наверное, действительно можно попользоваться какими-то китайскими вещами. Но если ваше оборудование уже стоит нормальных денег или вы профессионал, который не может позволить себе право на ошибку, конечно же, надо покупать Манфрота и радоваться жизни. Как обычно, все ссылочки будут в описании. Система революционная. Приходите, пользуйтесь, покупайте. Это то, что нужно именно вам. А с вами был Илья. Большое спасибо за просмотр. Ставьте комментарии, лепите лайки и все у вас будет замечательно. Пока.